ребят небольшой дисклеймер перед началом видео к сожалению но осталось в плохом качестве меня слишком большая вебка там а получилось да еще и размытое поэтому если вы хотите посмотреть это видео то только на свой страх и риск всех приветствую с вами станислав шипицын и у нас сегодня с вами раз самая ответственная серия в нашей корее за тоттенхэм нас сегодня три игры это игра против лидера турнир таблицы арсенала и нашего злейшего врага исторически потом игра в кубке против может быть и самой сильной команды против норвича но поскольку это куба тут каждая игра важно здесь нельзя проигрывать плюс мы здесь будем играть каким-то вторым составом потому что нужно будет молодежь наигрывать в кубке да и тут времени очень мало бы то чтобы отдохнуть у основы а потом матч против ливерпуля против еще одной топовой команды поэтому все это будет очень непросто ну что же давайте начинать вот так у нас будет выглядеть основной состав на начало игры тяга пока что немного устал и отдыхает поэтому хобберг выйдет в основе в основе же выйдет ришарли сан ну а так все как обычно слон кулушевский мэдисон модрич роял в ндв нромеро пора и викарио отмечу что викарио теперь уже апгрейдился получил 85 рейтинг и он готов там даже 87 насколько помню получить концу сезона ну и что давайте начинать это будет непростое дерби еще и в гостях мы играем но поверьте тоттенхэм он готов он готов даже к арсеналу упомнится в манчестер уйнатт выиграли с манчестер уйнатт разгромили можно выбрать кого угодно но и проиграть можем кому угодно как показала прошлая серия валили мы в центре поля такой тактический пол был где сейчас не будет куда опасного заброса и все хорошо мы так у прерывали и готовы идти в контратак у нас джейс мэдисон впереди и мэдисон пока что убегает и может пас на сон отдать да сон отлично прорывается сон его накрывает сожалению сон пока что все еще с мячом нужно копнуть назад сон на мэдисона мэдисон на решались на пройдет ли пас но решались на 5 не может пробить к сожалению у нас вот центр форда им больше всего проблем на самом деле я очень надеюсь то что может быть зимой мы сделаем какой-то крупный трансфер купим топового форварда влаховича семена посмотрим пока что у нас не получается у центр напов не уверенно ранее решались сына сыграть на уровне топового английского клуба перехват сушению сел совершает в опасной близости к нашей штрафной но викарио отбивает этот удар и простой был но вытащим главное тебе с пенальти мы уже получили пару пенальти в этом сезоне будем лучше давай бить противником но не с 11 метровой отметки уже ски хорошо пристингу эту кулушевска получается мяч отобрать замешку защитник арсенала будет кулушевский бить и тут уже рэмсдэл пришлось включиться и знаете было не менее опасно чем время их атак ждать правом падать на сона не получается пока что на подборе кулушевский кулушевский на ромеро дозеро мэра пробует ударить и еще один угловой мы зарабатываем должен был самодеянный центральным защитником но что поделать так подача на хойберга так в ндв на кулушевского кулушевский будет подавать кулушевский нет пока что мяч все равно у нас давайте на сона нет не точно к сожалению атака захлебывается вот уже арсенал атакует нужно в ндв но играть в отборе и подбор он играет четко она пас выдает не точный к сожалению мяч снова арсенала ага пас значит переходит и спасает викария вовремя он вышел из ворот так мог быть опасно удар но мы пока что защищаемся знаете другой флаг арсенала опасные потому что мартинелли играет а мартинелли стрел был признан лучшим игроком прошлого месяца и тем ну как это фамилия так арсенал из пытается пройти игрок что такое почему ты пробить но к счастью с внешней стороны только нападающие арсенала пробил и мы с вами спаслись но остатки все поострее играет но знаете главное что счета нулевой а что там по xg это не так важно вновь сносим мысаку лучше спалить чем дать ему прорваться и до верховая борьба знаний лукомодрич и найти моего отборе лукомодрич может быть еще побега этого бегать модуль чуть неплохо модуль еще может он может давай назад на кулушевского и кулушевский пробить нет не удается кулушевскому ударить защита вовремя там под ноги бросается верить это было тоже опасно вот уже мартинели по флангу нужно его останавливать пас опасно будет все сюда вплотную и к сожалению забивает нам арсенал гол не успели мы за мартинели наш защита почему-то не прикрывала одегора и он тут просто с расстрельной позиции нам забивает ну может быть да по игре мы пропускаем арсеналу и вообще ни за кем не успели ни за одегором ни за джезусом вообще ни за кем только саку там накрывали тут по сакова еще становится 10 пользу арсеналом но сейчас на кулушевского пас прошел нужно бежать не знаю получится не получится кулушевский развернулся на решались не может решались на пробьет но тут решались на к сожалению нет вот супер удара какой есть тоже фонда тетки от борода уромера рисунок пас на решались на не самый плохой обысказал и решались на того опасной позиции решались он может быть будет решать но мимо рост к сожалению бьет и шарлисон вы давайте на второй тайм вместо хоберга выпустим тяга арсенал по флангу снова идет здесь будет удар но блокируют наши защитники атаку куна взамен предлагать лачать выпустим посвежим чем мэдисон присмотреться кто не проявляют в этой игре к сожалению может быть влачейся что-то получится йод игрок арсенала издалека и забивает нам 2 к сожалению давайте вместо кулушевского соломона выпустим у кулушевская игра сегодня тоже не идет и дальний удар мартинели не зря лучший игрок месяца забивает нас 18 метров очень мощным положил ну да пока что арсенал мозг и высшеклассным чем мы играют не зря они на первом месте ну что поделать нам нужно прогрессировать как-то и в скиле и в игроках и вот он получает передачу давайте попробуем с он химином ворваться штрафную противника то опасно верно и верно с убой на позиции забивает гол из под отсюда не забил это был вообще печально но тима вернер забивает все-таки гол арсеналу и возвращает нас в игру на самом деле очень хороших полуровок и сона и вернер тут арштанги забил было близко к тому чтоб снова промазать то есть с такой позиции вернер не забивал но я не знаю чем тогда мужчин уже на прицентрального пращего вы садеборская удачная замена все-таки вернер забил даткеш основную работу сделал сон но все равно 21 давайте пробовать камбэк я уже думал что игра закончена но нет обходит всех сака просто как стоячих сака ну не надо давать ему так просто бить викарю частью спасать ближний угол но наша защита просто как котята выглядели по сравнению с сакой партинель наконец меняют очень много нам проблем создавал джезус мечом к сожалению арсенал в атаке на последних минутах они мы хотим мы должны забивать но вот последний шанс у нас есть и монор соломон будет по флангу кто-то придумывать чтобы счет сравнять ламон пускает лачельца в атаку лачельца но ставят блок к сожалению и не получается случится про атаковать и похоже что мы проигрываем серби арсеналу мы проигрываем не разгромным прыгаем всего лишь 21 немного нам не хватило но к сожалению арсенал более активно когда атаковал более интересно ну и техническое конечно же исполнение было на их стороне таки красиво были дальние удары один из которых закончился голом ну что ж обидно но проигрываем по делу на самом деле постараемся в следующем матче отыграться ну и давайте вот таким составом и выйдем против норвича команды с чемпионшипа кстати не самая слабая поэтому нужно бы с ними аккуратными но выйти до 2 став нас будет играть перешить как он просил велес в нападении джонсон еще один молодой парень который в реальности очень много у них играет даже в основе сломан будет играть под нападающим в полу сейчас будет играть бентан куры сар в защите сансы саньон дэвис дайер спенс втором тоже видели в одной из игр ну и викаре на воротах мы умеять не будем но учитывая что мы играем дома учитывая что мы играем на один чемпионат выше но мы обязаны даже таким составом норвич конечно же побеждать но нельзя расслабляться кстати норвич далеко не самая слабая команда которая могла паса первом туре чемпионата щеку к англии и все как ножницы имбири нам поворотом но конечно какой-то бьет викарио тут скорее эффектно они эффективно ударили против нас перешить зарабатывать сразу же полноет неважно он вере запускает вперед и велес велес будет здесь я думаю биться белес бьет но лонг на воротах длинный спасает их вот уже норвич такое кстати не нужно давать им там много возможности бить любая команда может запустить гол это поверьте будет уже неприятно иначе тем более не давать им бить нужно быть осторожным при обороне в защите именно в штрафной площади вот сейчас будут бить вплотную игрок норвича но блоку ставим и должны в контратаку идти велес мечом из пенс по флангу наш молодой крайне защитник пускает уже бентанкура открывающегося бентанкур бентанкур на вели завели с подсказ был опасно сам игроков норвича могло в эти пенальти быть но повезло защитнику и решить и решили зарабатывать угловой но перешить пока очень много активных действий и момент создавал и угловой заработал и сейчас еще и вожди подастся ровно голову переза уже не точно и решить назад на джонсона джонсон и бентанкура подключается с пенс к этой атаки пенс подает и там соломон где то есть а тут уже перешить подключается но до удара дело не доходит все-таки но здорово мы новички жалим во вторую очередь очень просто меч эти в атаке то братья заметил хорошо не припасовывается но здесь дэвис молодец но паспорт уже не точно свою очередь да и снова приходится викарю работать ну блин знаете как то вот первый тайм недостаточно уверенно проводим против команды более слабой и джонсон джонсон здесь хорошо с мячом проработал и джонсон бежит на противника джонсона никто не останусь джонсона нужно забивать джонсон кладет вот это сейчас был рывок джонсона через пол поля и забивает он прекрасный гол угол положил жалко что так не делают нас игроки чемпионате ну понятно никто не успел потому что команда послабее но в этом сам удар джонсона он был очень хороший и тяжело ты была вратарю и мы все-таки выходим наконец вперед да прекрасная игра маска что практически в стол он забивает гол ну и кстати совершилась первая игра джонсона вообще за нашу команду в этой карьере и не так уж плохо он сыграл я забивает и хорошо отрабатывает посмотрим возможно банка то больше чаще его использовать же чемпионате тоже ну и хотя в кубке ну и давайте вместо перешить выпустим брайана хиля перешить уже подустал учтем его возраст снова викарио сэвид какой-то потрясающий удар головой был но еще лучше играть викарио и спенс по флангу спенс просто его никто не останавливает я рад видеть такую хорошую прыгать от нашего крайнего защитника спенс спенс сам пробить ну угловой зарабатывает это вот фланги норвича они слабые вот чувствуется что ты страдает бега по флангу она работает против них на самом деле брайан хиль подает на джонс на может быть дубль не получается вот здесь конца борется за эти мяч что выигрывает в итоге адрес ламон пентанкур дальний удар пентанкура нет не получается пентанкура забить и норвич пускается в контратаку но нет мы здесь выигрываем борьбу и джонсон попытается что-то снова придумать хорош у него пейс опять джонс никто не успевает просто джонсон а есть же пас может быть лучше выдать пас нет сожалению не проходит он а было то опасно брайан хиль по флангу джонсона бежит джонс как нет нет немножко открывается но оффсайда вроде бы нет джонсом лекаться мог открыться и ближе к центру джонсон давайте сами пробьем нет не получается слишком близко было пора там но и давайте вместо уставшего саньона выпустим рояло 20 минут стал еще продержаться но игра такая рабочая бы сказал забили мы свой гол от шиши грамм более аккуратно о хорошо сорта поборолоса сар реабилитировался за ту ошибку сар пробить ну и угловой заработать тоже никто не успел помощь сару ну давай тебе сосара час тяга выпустим подача в сторону дэвиса выигрывать уже и норвич вверху борьбу но подбор за нами и на джонс на джонс в опасной позиции джонс набьет убивает ротарь добивания джонса пытается и встать побороться джонсон сегодня себя очень неплохо показывать да это может играть в команду чемпионшипа но тем не менее из всех игроков резерва знаете именно он не больше всего нравится еще спенс нравится спенс тоже много так проводит и спорта тоже никто вообще остановить не может спенс передача джонс на бой бить но в это именно джонсон оказывается они велес на острие но вратарь норвича лонку торсия хорошо показывать на самом деле но вновь хорошо сыграл в обороне все-таки в конце концов мы исправились и спенс бежит и спенс прорывается буквально сквозь всех игроков противника и спенс невероятные забеги делает спенс передача на сломана сломан расстрельной позиции на вратарь сэйвит сожалению на момент был у нас неплохой и сломан почти реализовал свою позицию от этого не был так заметен знаете все рывки спенса меня впечатляют действительно пенс однозначно лайк за старание как минимум может быть не за реализацию последние уже усилия норвича и что рука есть какая-то было неужели ох как вот неприятного трубку вот получить часы какой-то дурацкий штрафной абсолютно же не опасно вместе там игрок серой рукой подыграл буквально случайно попала сейчас сажет нам будет биться этого штрафного и штанга давайте выбить и мяч пожалуйста выбить и мяч великолепная игра штанги и что вы высказать и безответственно сыграл наш игрок не знаю рукой подыграл себе наконец-то каркас ворот и на нашей стороне то бывали у нас игр до этого чемпионате которому из-за каркаса вот проигрывали ну и все заканчивается у нас первый игроку к англии наверное немножко разочарован игрой нашей команды должны были более уверенно норвич убеждать но все же главное это результат мы выигрываем по ударам по xg примерно равная статистика на самом деле и просто за счет класса за счет какой-то игры викарио мы все-таки матч выигрываем ну я предлагаю не выпускать тьяго бывшая верка ливерпуля против его команды по крайней мере в основе плюсом он устал но в основе у нас все-таки выйдет ли шарльсона неверно а так все по классике модуль чмэди сансон паушевский понятно что матч будет непростой но все-таки мы играем дома и у нас уже был ряд поражений в чемпионате нам нужно отыгрывать очки иначе будет очень тяжело позже вернуться в вверх турнир таблицы модуль четко играют защите давайте по флангу пустим кого-нибудь а вот нас в этом случае royal это будет royal royal быстрее чем защитники ниверпулять про угловой заработать какой-нибудь здесь да это получается он довольно четко сыграл открывается мэдисон неплохо мэйдисон выходит 11 сортарем мэйдисон будет бить в угол и снова алисон бейкер тащит то процент момент у нас был на уголки при ливерпуле это машина один душ по три мира пора подает борьба идет обсуждение алиса снова 1 и шарится неплохо открывается решается здесь не будет офсайд решали собой бить и снова алисон бейкер невероятно открылся решались он лучше в прошлые разы но к сожалению с ударом решающим вас пока что не получается пора подает но слишком близко к сожалению к алисону нам нужен какой-то центр форвард зимой будет который решать эпизода то что решались он мэдисон их не получается к сожалению хобберга здесь просто сносит не знаю да желтая карточка правильно ватару энду получает открывается неплохо хобберка там ведь еще можно поздать на решали старе шанса будет бить решались он кладет это гол никого в сайте все отлично что-то думал что флаг подняли решались он не зря выпустила не верно все-таки он набирает форму я замечаю уже лучше в начале сезона и вот какие-то удары какие-то открываниями на что не получается не просто там бежит вперед именно что находите слабые места в обороне противников таких противника как ливерпули кладет под прикладину что даже алисон бейкер спасти не может в одно касание решались он убивает всего второй гол для решались она но учитывая что мы его меняем с вернером вполне неплохая статистика у шевский по флангу чтобы бежать просто тебя есть неудоже играет сейчас против пулушевского наш наш игрок они вот пускает игроков а так вас решались отбить пускай этих игроков которые так поменяли свою команду не будет что предали сон хэмин сон неплохо открывается сон будет бить сам отбивает алисон бекер дес опасно такое подача удар с лету но во вратаря все-таки к счастью не в угол было и неплохо исполнено флангу ливерпу здесь такое не просто против обороняться главы на час никого не привести гравенберг с мячом вот хоббер пытаться он пришает бьет гравенберг но это не даже близко к воротам давайте последний атака эмерсон роял какой же если был грубый фор сказал вы как скорее всего желтая карточка за это да еще одна желтая карточка танцу гомеза но не дали нам к сожалению закончить атаку потом все-таки не зря думы сфалили реки ливерпуля хоть пока не будут делать замену у нас все хорошо решаться очень хорошо играть в оборе решались он тебя наконец великолепно показывает в матче и что тут фолбулы руков ливерпуля отлично давайте ребят атаку придумаем пас на хобберга хобберга сам попробовать у него уже получились удары дальние но этот раз минимум рост к сожалению ну я предлагаю заменить мэдисона и немножко опуститься вниз играть с опорником теперь по флангу гравенберг бежит раундер создает у них момент это правда и зарабатывал ой а здесь похоже что мяч в руку попал поэтому будет даже не угловой а просто подача с более острого угла но викарио снова первый на мячей давайте вперед там же есть игроки нашей команды которые могут убежать под атак в том числе бута модрич который снова зарабатывает желтую карточку у кого это будет теперь у ван дайка закрывается неплохо игрок но к сожалению передача не проходит навес идет на салаха опасно опасно и что мяч в воротах это очень дурацкий голос и честно я не понял как он произошел дальние передачи защита очень просто не ожидал того что будет такой вот длинный заброс и ван дэвен тут туда-сюда бегал и в ближний угол викарио пропустил турской сильный эффект нежности сработало и ну не сравнивать счет к сожалению вот такой вот хитростью забивает герпуль я бы сказал астон хэмин давно он не был заметен гомес уже устал убежал над гомеса решались он будет бить и булибо биби на кур спасают ворота алиса но под борта за нами кулушевский мудрич не точная передача луки мудрича к сожалению пульсного в атаке но ван дэвен этот раз четче сыграл гораздо чем прошлый и так мудрич и пускается там по флангу хорошо кулушевский может выйти один на один спокойно кулушевский ван дайк за ним не успевает кулушевский уже лизовать один на один и кулушевский мажет но было очень близко давайте вместо уставшую уже решались на выпустим вернора надеюсь мы не пожалеем об этом верку и приближается наш штрафной нужно про то играть аккуратнее здесь ну хорошо обошлось счастью сон снова ну сон гораздо быстрее чем гомес гомес уже просто устал тон хэмин сон хэмин уходит от всех сон передач на верно верно будет бить но к сожалению блок игроков ливерпуля спасает ворота теперь же нам пора защищаться удар но викарио отбивает вы давайте без такого шефского который видно уже немножко нервничать допустим перешить а не заигрывали мы вот до этого в матче чемпионата но вот в кубке у кого совершенно неплохо воде ветеран у нас еще поиграет 15 минут плах сожалению переигрывать нашего защитника и 2 тоже переигрывает салах целых очень опасен и 3 переиграл но салах но викарио спасает этот момент но салах тут конечно разнес нашу уставшую уже немного оборону лука модри чистый обор и на перешить и давай перешить и перешить там же а куда передача то нужно было давать ведь на верно верно там чуть и не 11 выходил а как атака ливерпуля нельзя пропускать нельзя пропускать на последних минутах уже каждый гол будет решающим на самом деле неважно кто его забьет опасно у наших ворот опасно и что это пенальти до какого черта ван де вен ты привозишь что там даже опасного момента я бы сказал не был все таки мяч уже уходил там было много наших защитников но ван де вен зачем ты решил пнуть игрока ливерпуля сейчас салах будет расстреливать наши ворота не знаю прыгаем налево но не угадываем к сожалению и 12 вновь мы с таким счетом похоже что проиграем матч против топовой команды как это было с арсеналом но здесь еще более обидно но давайте ряд последний шанс перешить иван перешить нужно что придумать перешить он бежать все во всю мощь верно верно пустить вперед модрича модрич до конца но нет не получаются луки модрича к сожалению последний минут у нас осталось и пробуем что-то придумать нужно уже быстрее чтобы судья не свистнул но перешить мяч отбирают и мы к сожалению проигрываю на последней минуте цик минута пропуская ливерпуль у но матчами в целом доволен и считаю что по игре мы были даже может быть лучше но где-то не повезло где-то словили неожиданную атаку и мы проигрываем все-таки но целом игра была как минимум равный уже руку матча в нашей команде признан ли шарльсон который знаете лучше лучше себя показывает особенно сравнении с вернером ну я принял предложение майнса за 2 миллиона евро продаем уже устаревшего фьюга лариса ну и перед игрой с луком мы к сожалению только на 14 месте будем пытаться отыгрываться все-таки следующий матч против более слабых команд но в общем зачете лидирует арсенал ньюкасл и ливерпуль